в гору. И поселил в эти города народ, который он назвал саджитами. И построил другие, кроме этих, города и для каждых ворот прохода он построил каменный замок. И построил в стране Джорзен город Сагдебель и поселил в нем сагдийцев и персов. Сугдебел, Сагдебель, средневековый город на восточном берегу Куры напротив Тифлиса. По Якуту, был построен Анушерваном одновременно с Бапалабубом для укрепления северных рубежей империи. Сюда из Сагда были переселены персы, которые составили пограничный гарнизон сасанидов. Город вместе с Тифлисом был завоеван арабами в 644 году. В середине IX века, владетель пограничной области Тифлиса Эмир Исхагбы. Исмаил, укрепив эту крепость, перевез сюда свое имущество и жену, дочь владетеля Сарира. Город был захвачен арабским полководцем Бугой вместе с Тифлисом и, видимо, так же, как и он, подожжен. Об этом городе упоминают Масуди, причисляющий его к Джорзену, а также Идреси, сообщавшая его постройке Анушерваном одновременно с Фирус Кубодом. Сугдабил находился вблизи современной Южной Осетии исторической Двалити. После завоевания Сугдабила арабами с населением, видимо, произошло то же самое, что и с персидскими городами Дербента. По разорении они переселились в окрестные деревни, как пишет Бакиханов, о поменявшихся впоследствии, татских деревнях. Точно так же, как и таты, после развала сасанидского Ирана и появления новых хозяев региона, арабов, сагдийские гарнизоны и колонисты, скорее всего, разбрелись по местностям и образовали селение с местным населением, а кто-то нанялся к арабам и продолжил службу. Согд – историческая область в Средней Азии в междуречии Амударии и Сардарии. Ныне территориально разделена между Узбекистаном, где располагался центр сагдяны город Самарканд, и Таджикистаном – сагдийская область. Население сагда – сагдяны – говорило на сагдийском языке иранской группы индоевропейских языков. Позднее, сагдийский язык был вытеснен с территории сагдяны арабским, классическим персидским и его таджикским диалектом, и тюркскими языками. Однако сагдийский язык до сих пор находится в употреблении в малочисленной народности ягноби по разным оценкам от 2 до 12 тысяч говорящих – в Сагдийской области Таджикистана и в окрестностях Душанбе и Уосетин в Северной и Южной Осетии. Смотрим карту. Ягнобский язык считается потомком древнего сагдийского языка, одного из восточных его диалектов, уцелевшего от влияния персидского языка в отдаленной горной долине Памира. Установлено, что язык сагдийцев близок современному ягнобскому, связь же ягнобского с осетинским отмечена как Г. Залеманом. По Розенбергу Ф.А. Ягнобские и осетинские языки – потомки сагдийского. Это положение принято современной наукой. Ягнобские и осетинские языки, существующие с VI по VII век. Наши эры, в отдаленных географических территориях, на синхронном уровне существенно отличаются. Естественно, что осетинский язык, находясь в некоторой изоляции от других иранских языков, резко отличается от них, поскольку подвергся значительному субстратному и отстратному влиянию со стороны языков Кавказа, проявляющемуся в фонетике, морфологии и лексике. Горцы из Памира идеально подходили для охраны высокогорного, более 2000 метров над уровнем моря, до Риальского прохода. Дальность Памира от Кавказа обеспечивала иранским шахом постоянное пребывание памирцев на новой территории. Такие методы широко применялись еще ассирийскими царями, которые буквально с корнем вырывали этнические группы и поселяли их в далеких окраинах огромного ассирийского царства, в которых вспыхивали восстания. Это возможно и объясняет тот факт, что иранноязычные осетины иранцы проживают по обе страны главного Кавказского хребта и близости их языка с ягнобским языком. Это заметил и Бакиханов одним из первых. Дарьял на пихлевийском языке означает «ворота героев». Кейшур происходит или от Кухшапур, Шапурова гора, или от Кейси Авер, начало горы, а Пассаноур от Писена Авер, Арьергардный. Кроме этого большая часть коренных слов и глаголов осетинского языка чисто древнеперсидская. Осетины сами себя называют Ироны, а свою землю Иранистан. Даже нынешние персияне, иранцы в простонародном произношении именуют себя Иронией. Самоназвание самих иранцев в любой исторический период было Ирани, а название государства Иран окончательно закрепилось в эпоху сассанидов. Несмотря на то, что иранцы называют свою страну Ираном с древних времен, в остальном мире устаревшее именование Персия, которое было названием исторической области на юге Ирана, Фарса, оставалось общепринятым до 1935 года, пока Шахреза не потребовал от прочих также называть его страну Ираном. Интересно, что игнопцы и антропологически очень близки к современным осетинам. Головной указатель обоих этнических групп практически идентичен. Действительно, самоназвание осетин, Ир, Ирон, свою страну называют Иристон. Про это же писал и русский историк Бларамберг, это колония Миди, вероятно та же самая, которую основали жители Картвиль-Самхити, введенные, согласно грузинским хроникам, с хазарами именно от этой колонии ведут происхождение осетины, которые еще сегодня называют себя, Иронами, а свою страну, Иранистан. Надо сказать, что сами сассаниды называли свою державу Иран-Шахер, царство иранцев. Однако часть осетин, около 15%, проживающие в Западной Осетии, называют себя в отличие от основного населения осетин, Дигор, а свою страну, Дигорон. По преданию самих дигурцев они роднят себя с балкарцами Черекского ущелья. Дигурские князья являются потомками некоего Бадилята, родного брата-родоначальника балкарских князей, Басята. Басят и Бадилят, выходцы из Маджары были тюрками по происхождению. Миллер считал их хазарами. Также соседние народы разделяют осетин в наименовании. Дигурцев соседние народы зовут дигурцами, а иронцев, чеченцы и ингуши, кхири, карачаевы, балкарцы, тиги, кабардинцы, кушха, грузины, двали. Нетрудно проследить связь между самоназванием Осетин ирон и древнейшим названием иранского государства Иран-шаха. Бакиханов пишет, что древние персидские поэты прославили дарьельских охранников во многих своих сочинениях и называли Дарьял «воротами героев». В 1835 году, русский филолог и этнограф Андрей Шагрюн, 1794-1855 посетил Кавказ, изучал там осетинские и грузинские языки. По результатам путешествия в 1844 году, он опубликовал на русском и немецком языках осетинскую грамматику с кратким словарем осетино-российским и российско-осетинским первое научное исследование осетинского языка с выявлением таких грамматических категорий, как падежи, временные формы и формы спряжения глагола и так далее. Шагрюн считается создателем осетинской кириллической азбуки, используемой с некоторыми изменениями и сегодня. В своей монографии «Путевые заметки» Шагрюн пишет. По моему представлению, осетины были, возможно, персидской колонией. Хайтов тоже так думает. Он добавил еще, что осетины, так же как персы, имели обыкновение оставлять локон, спускающийся поверх виска. И так же оставляли прять волос на задней части головы, тогда как вся голова выбрита. Он видел еще в юные годы, как осетины, как, впрочем, и русские, пользовались разрезом для рук в верхней одежде. В Куртатинской долине сохранились остатки каменной стены длиной в полтора версты, которые по традиции приписывались к какому-то ушече, шах. О происхождении осетин от насельника в персидской колонии писал крупнейший ученый иронист Ф. Шпигель в его трехтомном капитальном труде по истории иранской литературы. Ф. Шпигель в главе, посвященном происхождению осетин пишет, что самоназвание у них «Ирон», а свою страну называют Иронистан. Иранские цари, пишет Ф. Шпигель, во время. На своего могущества в стратегически наиболее важных местах для защиты интересов империи создавали колонии поселенцев. Ф. Шпигель уверен, что осетины потомки поселенцев иранской колонии, расквартированной сосанидами у Дарьяльского прохода, которые, несмотря на потерю связи с персидским государством, смогли сохранить свой язык. Западными соседями осетин, пишет далее Ф. Шпигель, являются балкарцы, потомки западных Аллан, проживающие к северо-востоку от Эльбруса. Другой крупный ученый-востоковед, большой знаток Кавказа, Вивьян Сен-Мартин был убежден, что Алланы и осетины – разные народы, и осетины в отличие от Аллан пришли на Кавказ с юга, с Ирана, через Закавказье. Войны Хазарии с арабским халифатом в VIII веке, особенно вторжение на Северный Кавказ полководца Мервана, подорвали основы алландского государства. Мусульманский летописец Аттабарий сообщал. Год 117-й хиджры, 735-й. В этом году Мерван Ибн Мухаммед послал два отряда. Один из них занял три крепости Аллана, а другой дошел до страны Туман-Шаха. Через два года состоялся еще один, более разорительный поход. Мерван Ибн Мухаммед велел созвать войско, взял его и пришел в ущелье, называемое Бапалалан, всех убивая, пока не пришел он в Самандр. С этого периода набеги в Дарьяльском проходе меняют свою направленность с юга на север. Арабская армия, укрепившись на Дарьялье, начинает постоянные набеги на Хазара-алландские территории. Алландское население Северной Осетии значительно уменьшается, люди переживают в более безопасные территории Центрального Кавказа. Остаются в северной части от Дарьяла по большей части алландские охранники и дозорные проходов. Окончательное нивелирование старой алландской культуры в этом районе происходит после монгольских походов и завоеваний Тимура. Нужно сказать, что именно в этом районе интенсивность военных действий армии Тимура против Золотой Орды была значительной, включая горную местность. Сказанное ярко подтверждается новейшими археологическими открытиями в Северной Осетии, в частности в Дзивгисе. Смотрим, карту. Как известно, другое название Алан – Ас. Асами и Аланами кавказские народы называют балкарцев, карачаевцев и кумыков. Осетины Балкариу называют Ассе, а балкарцев – Ас-Ассон. Карачаи-Осетины называют Стур. Ассе, то есть. Большая Ассе. Также грузины Мингрилы Карачаева-Балкарцев называют Аланами. Цваны, в свою очередь, называют Карачаева-Балкарцев Саверами – Савер. Независимые горные Алании. Карта 6. Походы монголов и Тимура. Источник – Исторический атлас Осетии. Владикавказ, 2002. Карачаево-Балкарцы обращаются друг к другу, Аллан – в единственном числе и «Аланла» – во множественном числе. В Карачаево-Балкарском героическом эпосе «Нарты» – оригинальные тексты опубликованы и МЛЯ. Ран в 1994 году – враги нартов, злые великаны-эмегены, часто обращаются к нартам, называя их Асами, Асами-нарты часто обращаются ДРУГ к другу «Аланла». Слово «Алан» в Карачаево-Балкарском языке означает «соплеменник» и употребляется как синоним «карачелы» – «карачаевец» и «малкарлы» – «балкарец», которые суть названия территории. Грузинские источники, так же, как и европейские карты позднего Средневековья размещают Аланов и Аланию на территории Балкарии и Карачаево-СМ, карты 7А, 76, 7У. Например, в Ахуште-Авсите называют границы расселения балкарцев и их самих же называют Авсами, а территорию Карачаи он называет Аланией и Аланами – карачаевцев. В Ахуште не знает ни балкарцев, ни карачаевцев. Он знает овсов и Алан, а про балкарцев селения Верхняя Балкария он пишет – здешние овсы знатнее всех прочих овсов. В летописи Давида Багратиони Алана располагаются вдоль реки Кубань и Пасем он собрал немалочисленное войско, перешел через Дарил, провел Иверцев через реку Терек, достиг реки Вардан-Кубань и, наказав Аланов, возвратился в свое царство. По причине заселения иронцами восточной Алании Ассии, ныне и Северной Осетии, на них через грузин распространился этноним ОЭС. По этому поводу НЯ Мар писал, термин «асский» осетинский усванов означает не иронский язык, как мы это понимаем, иранского происхождения, а карачаевский, относящийся к турецкой семье. Для иронского усванов термин «дегорский». Кстати, по личному сообщению АГ Шанидзе, так обстоит дело и в гепском подговоре рачинского говора грузинского языка, здесь «осы», кстати, звучащие в глальском говоре иногда, как и в древнегрузинском, «овысы» и «эсэр», «мингр», «овси» означает обычно «карачаица», а «осури» – карачаевский язык, что же касается переноса и распространения этого этнического термина также и на. Иронов осетин, то есть употребление его вместо племенных названий «дегор-елый» – «дегорец», и «двалы» – «двал», то в этом надо видеть плод влияния грузинского литературного языка или точнее грузинской речи интеллигенции. На севере осетины граничились тюркоязычными населением, а на юге – с грузинами. Южные осетины в грузинских обществах именовались «двалами», сама же территория Южной Осетии – «двалите». Вслед за присягой грузинских обществ царю Российской империи Алексею Михайловичу 1657 год, осетинские старшины писали о верности России и о желании поселиться на реке Терек. С этого времени начинается осваивание дарьяльским раноязычным населением территории предгорной и равнинной части Северной Осетии, смотрим карту 8. Следует заметить, что до 17 века осетины и иронцы не покидали районы заградительных стен и не переселялись жить севернее указанных выше древних персидских застав. Лишь в конце 17-ти – начале 18-х веков стали переселяться по ту сторону заградительных стен и создавать новые аулы. Данный факт, наряду со многими другими, может служить одним из веских аргументов в пользу происхождения осетин иронцев от персидской колонии. Отдельные осетинские феодалы и общества, в зависимости от того, по чьим владением шла дорога, продолжали взымать таможенные сборы за право проезда по перевальным ущельям. А простой народ за участие в перевозке грузов и торговле получал дополнительный доход. От теркоязычного населения Северной Осети остался пласт карачаево-балкарской лексики, множество собственных имен и фамилий, некогда перенятых предками осетин. В Эй, Абаев не раз отмечал значительную роль тюркских элементов в формировании осетинской лексики и особо значительные лексические схождения осетинского с балкаро-карачевским. В Ахушти-Багратиони, подробно описывая почти все осетинские селения, отмечает, что высшие сословия овсов, Магометании едят конину. Возможно, что высшие сословия некоторых осетинских обществ имели тюркские корни. Значительно дольше карачаево-балкарский язык сохранялся в Дегории. В конце 18-го, Якоб Рейнегас сообщает, что «дегоры» говорят на одном из самых старых татарских наречий. Другой исследователь, Ж. Весе в 1829 году пишет, что пришел к заключению о близком родстве дегорцев и карачаево-балкарцев, и что оба народа, Магометании говорят на татарском языке. Вплоть до 19-го века, пишет осетинский историк Фидор-Токазов, беспрерывно шла волна миграции иронцев из соседнего Аллагерского ущелья в Дигрию, которые, скорее всего, в результате ассимилировали последних в языковом плане. Последствия языковых контактов могут быть различными, от проникновения незначительного количества лексических заимствований до отстрата в языке с заметным влиянием на грамматический строй языка и даже появление новых смешанных языков. Таким образом, в результате смешения тюркского карачаево-балкарского и иранского иронского языков произошел языковой сдвиг, в результате чего появился дегорский диалект осетинского языка. Этот «языковой сдвиг» из карачаево-балкарского в сторону осетинского языка произошел под влиянием иронского языка. Вэй. Абаев и его сторонники считали, что дегорский язык является собой архаичный вариант иранского языка по сравнению с другими живыми иранскими языками, на котором якобы говорили древние скифа Сарматы и Алланы. Между тем в науке известно много случаев языкового сдвига, где в результате смены одним языком другого языка или же смешения двух языков возникал новый диалект или даже язык. В связи с этим большой интерес представляет наличие в осетинском языке элементов агглютинативных, финно-угорских и алтайских языков. Это очень серьезный аргумент в пользу выше высказанной версии о языковом сдвиге от карачаево-балкарского, либо предка карачаево-балкарского языка, к иронскому, который дал дегорский диалект. Таких явлений в истории лингвистики известно много. Возможно, примерно так обстояло дело с болгарским языком, тюрки-булгары постепенно перешли на славянскую речь, но в результате этого славянский диалект дунайской Булгарии стал сильно отличаться от остальных славянских языков, имея к тому же массу архаичных тюркизмов. В дальнейшем раз. Личия между булгарским славянским диалектом и другими славянскими языками углублялись, и впоследствии болгарский язык стал несколько стоящим особняком славянским языком. Более древние названия дегорского ушелья, саферком, то есть. Саверское ущелье. В Осетии сохранились такие названия, как Р. Савердон, Г. Савертизонхох, Источник Савер. Известно, что саверы были тюркоязычным, гуннским племенем и отмечены на Северном Кавказе уже во II веке н.э., римским географом Клавдием Птолемеем, 90-168 года. Наши эры, который помещает их ниже аурсов, у репейских гор. На страницах истории Агванг-гунны саверы выступают главной военной силой Северного Кавказа. При этом аланы даже не упоминаются в этом источнике. Все это говорит о значительном этническом сближении Саверов и Алан, их смешении. Поэтому неудивительно то, что к карачаево-балкарцам прилагаются оба этнонима. Многие древние топонимические названия Северной Осетии, имеющие тюркское происхождение, сохранились на картах, и часть из них собрана Цагаевой в ее упомянутой высшей работе. Так, например, название реки Терек Северной Осетии происходит от карачаево-балкарского Терк-Быстрый. Осетины заимствовали это название и продолжают называть Р. Терек-Терк. Надо сказать, что нет почти ни одного народа на Северном Кавказе, который именовался бы по своему самоназванию. Почти все носят название определенной территории или же одного некогда густонаселенного пункта. Например, чеченцы себя называют «Ногчи», а название чеченец перешло к народу от названия Аула Чечен. Также и с ингушами, самоназвание которых – Галгай, а Ингуш – от названия села Ангушт. Аварцы себя называют «Магрулл», а Авария – название территории. Точно так же самоназвание балкарцев и карачаевцев – Аллан, а Балкария – от названия древнего селения Улу-Малкар, древние названия Карамалкар, Карачай – от названия территории в верховьях Кубани и древнего названия реки Кубани-Карачай. Большая река. Подобным образом обстоит дело и с осетинами – Осетия, название территории, а самоназвание осетин – Ирон и Дигарон. После поражения Аллании в битве с монголами, часть Аллан скрылась в труднодоступных ущельях Центрального Кавказа, в Карачае, Балкарии и Дигории, а другая часть переселяется в Закавказье, на территорию современной северо-восточной Турции и юго-западной Грузии, то есть в местность Ахыска, где до насильственного переселения в Среднюю Азию в 1944 году проживали турки-месхитинцы. Иное название турок-месхитинцев – Ахыска-Тюрклери. Прошлое турков-месхитинцев мало изучено. Первые упоминания об Ахыска приходятся на XII век. Границы Ахыскинского от обегства до завоевания их османами в XVI веке примерно проходили по линии от Азгура до Карса, Артвина, Тартома, Испира и Ирзурума, а с северо-запада примыкали к горному хребту Качкар. Смотрим, карту 9. По данным турецких историков, название горному хребту Качкар дали кипчакоязычные тюрки, переселившиеся туда с Северного Кавказа. Кипчакоязычными тюрками, полагаю, были аланы, пришедшие в эти места, спасаясь от монгольского нашествия. И даже сегодня из национальной культуры населения вышеуказанных мест выясняется, что турки Ахыска и жители Пасафа, Ардахана, Артвина, Ардануча, Шавшата, Юсуф или Тартома, Нармана и Олта происходят из одного корня. В диалектах указанных местностей имеется множество кипчакизмов, а друг к другу жители тех регионов обращаются словом «алан, алла», как и карачаево-балкарцы. Здесь следует вспомнить, что именно в эту местность в V веке н.э., а по другой версии во II веке до н.э. переселилась часть булгар из цепи Великой Кавказской горы, в стране булгаров, во время правления армянского царя Аршака. На указанной территории и поныне сохранились такие топонимы, как пасинлер и дегор, которые очень близки, первый к грузинскому названию балкарцев, бассиан, а второй – к самоназванию осетин-дегорцев. О жителе окрестностей города Байбурд, который расположен в том же регионе, говорят на цокающем и закающем диалекте турецкого языка, как и собственно балкарцы, говорящие на черекском диалекте карачаево-балкарского. Возможно, к древним булгарским поселениям восходит современный турецкий иероним на юге Турции булгар-дага – булгарские горы. Возвращаясь к этнониму Ахыска, следует вспомнить старую крепость Ахыска, от которой, видимо, и появился этноним. Название крепости Ахыска, скорее всего, происходит от слова «ак Аскала», что в переводе с тюркских языков означает «ак», «белый», «ас», древнетюркский этноним и другое название алландского народа – «кала», крепость, крепость белых асов». Об алландском городе Аскала в северо-восточном при Черноморье пишет арабский географ Ал-Идреси таким образом. Скорее всего, предки турков-месхитинцев после падения Алании переселились в окрестностях Ал-Циха, а их самоназвание Ахаскалы, то есть Акаскалалы, житель крепости белых асов происходит от названия крепости. Третья глава. Новейшие генетические исследования народов Северного Кавказа. Вышеприведенные данные об этнических процессах на Кавказе подтверждаются и результатами недавних исследований генетиков медико-генетического научного центра РАМН. Так, на филогенетической сети гоплогруппы G2A1AP18 четко выделяется кластер А, более молодой, характерный для осетин иронцев и кластеров, намного более древний, характерный для осетин диегорцев. Интересно, что в кластер вместе с диегорцами попали карачаевцы и балкарцы. Еще более интересно то, что генетические датировки обоих кластеров близки 1400 лет при использовании генеалогической скорости мутирования. На основании этих важных и интересных результатов генетики, не владеющие историческими источниками и лингвистикой, заключают эти генетические данные свидетельствуют, что разделение осетинской прапопуляции на субботносы иронцев и дегорцев произошло не позднее, чем 1400 лет назад. Если бы разделение произошло позже этой даты возникновения кластеров, то в обоих кластерах поровну встречались бы и иронцы, и дегорцы. Однако в свете вышеприведенных письменных и археологических данных эти исследования российских генетиков приобретают первостепенное значение в окончательном разрешении вопроса о происхождении осетин. Они полностью сводят на нет всю теорию об этнической связи осетин со скифами, сарматами и аланами. Однако тщательный анализ источников и разбор исторических событий пятых-восьмых веков. Наши эры, говорит об ошибочности интерпретации этих важных результатов исследований генетиков, которые даются последними. Речь должна идти не о разделении осетинской прапопуляции на субботносы иронцев и дегорцев, а о наслое не иранского этнического элемента на местный кавказский или кавказско-тюркский субстрат, о переходе местных жителей на иранскую речь. Во всем остальном мы должны поддержать наших коллег-генетиков. Дело в том, что как раз 1400 лет назад, в конце 7 века. Наши эры, арабы почти полностью захватили Закавказье и положили начало дроблению компактных обществ бывших сасанитских колоний Кавказской Заградительной Стены. Почему бывших сасанитских колоний? Потому что незадолго до завоевания Закавказья, к середине 7 века, арабы разгромили и покорили сасанитский Иран. Арабские завоеватели стали причиной переселения части населения сасанитских колоний Закавказья на северные прилегающие территории, что впоследствии привело к появлению новых родственных обществ и возникновению новых диалектов их языка. Филогенетическая сеть гоплогруппы G2A1AP18 на Кавказе Балановский ОП, 2012 Эти данные подтверждаются и исследованиями антропологов. По таким показателям, как затылочный индекс, кленовидный верхнечелюстной шов, задний сколовый шов, подглазничный узор типа 2 и индекс поперечного небного шва осетины сильно отличаются от сарматских черепов Заволжья, Приуралии и Сибири. Как отмечают Тромов АВ, Моисеев ВГ, крайняя скопия населения Западной и Южной Сибири, география и хронология, раса и народы, институт этнологии и антропологии РАН, исследователи, весь комплекс археологических и исторических материалов не оставляет сомнений в том, что в верховьях Кубани или центре Оландской митрополии в определенный период Средневековья жило тюркское население. Исследование среди осетин выявило наличие у осетин иронцев и южных осетин значительное преобладание гоплогруппы G, которая пока связывается с Кавказом, и значительное наличие около 34% гоплогруппы G2, которая связывается с Ближним Востоком. И только у осетин-дегорцев отмечается заметный уровень гоплогруппы R1-B1-A2-A1, ответвление гоплогруппы R1, что сближает их с карачаево-балкарцами по этому показателю и говорит о разном происхождении значительной части дегорцев и остальных осетин. У карачаево-балкарцев самый высокий на Кавказе показатель R1-A1-R1-A1-28% и R1-B1-12%. Интересно, что у югнопцев уровень G2 примерно тот же, что и у осетин-32,3%. Все сказанное подтверждается другими результатами исследований российских генетиков. У осетин отсутствует гоплогруппа R1-A-Y-DNK, которая у карачаево-балкарцев доходит до 30%. Дело в том, что данная гоплогруппа обнаружена в высоком проценте 25-60% не только у русских, но и у алтайцев, туболоров, хакасов, киргизов, уйгуров, татар, башкир и дыре. Но ведь ее считают скифской или скифосарматской. Исследования генетиков подтверждают, что осетины – народ, образовавшийся в результате смешения кавказских племен и иранских колонистов, поселенных в VI-VII веках. Наши эры у перевалов главного Кавказского хребта и повлиявших на распространение иранской речи среди предков осетин. Наконец нельзя не сказать о том, что тщательные исследования скифских мумий на Алтае выявили в них преобладание гоплогруппы R1-A1 и отсутствие гоплогрупп G и J2, характерных для осетин. Субтитры создавал DimaTorzok